2 сентября во всех городах России проходят памятные мероприятия, посвященные окончанию Второй мировой войны. О дне воинской славы говорим с контр-адмиралом, воином-интернационалистом, участником боевых действий Евгением Андреевичем Копцевым. Здравствуйте! Добрый день! 71 год назад закончилась одна из самых масштабных войн. Для нас она началась 22 июня 1941 года и закончилась 2 сентября 1945 года. Какие события и сражения показали, что у врага можно победить? Для того, чтобы ответить на этот вопрос, надо сначала чуть-чуть вернуться в историю. Во всяком случае, в последние десятилетия во многих государствах ближнего и дарного зарубежья идут попытки фальсифицировать историю, принизить роль советских вооруженных сил и вообще Советского Союза в победе над фашизмом, в том числе в составе антигитлерской коалиции. И в этом смысле, конечно, я хотел бы напомнить, что в 2005 году Государственная Дума, когда было 60 лет победы, приняла такое заявление о попытках фальсификации истории. А вообще-то серьезным предупреждением для всех любителей фальсифицировать историю явился, наверное, указ президента Владимира Владимировича Путина 15 мая 2009 года о комиссии при президенте Российской Федерации по противодействию и попыткам фальсификации истории в ущерб интересам России. И в этом смысле, в тяжелейший период уже 1941 года, когда, казалось, страна повержена и находится в безвыходном положении, люди не знают, что уже 30 августа 1941 года произошла операция под Ельней, когда 100-я и 127-я дивизия 24-й армии резервного фронта, который командовал генерал армии Жуков Георгий Константинович, перешла впервые в наступление и причинила урон двум танковым дивизиям, одной моторизированной дивизией и семипехотным. А вслед за этим уже 5 декабря под Москвой, когда не только враг был остановлен, но и отброшен. И у нас, кстати говоря, в нашей организации, Севастопольском комитете, есть группа, ветеранская организация защитников Москвы, которую возглавляет председатель нашего союза старейшин, контр-адмирал Бочкарёв Михаил Павлович. Ему 3 декабря этого года исполнится 98 лет. Мы совсем недавно поздравляли Чарярину Екатерину Николаевну, 95 лет, которая пулеметницей была. Это вот и Ельня, и Москва доказали, что враг может быть не только остановлен, но и отброшен. То есть именно эти сражения и стали первыми шагами к победе? Да, вот под Ельней ровно 75 лет назад, 30 августа, произошло вот это событие. А когда же наступил переломный ход в Великой Отечественной войне? А переломный исход наступил при проведении Сталинградского сражения. Но опять же здесь говорить, если о фальсификаторах истории, так за рубежом. Сталинградское сражение сравнивают и превозносят сражения с генералом Роммелем в Эль-Аламейне в Египте. И вот я в 1969 году имел возможность с одной группой дипломатов быть в Эль-Аламейне и смотрел музей и сравнивал здесь, что это самое. И должен сказать, что вот у нас люди не знают, как это дело происходило. В битве под Сталинградом участвовало 76 дивизий врага, из них 46 немецкие. А в Эль-Аламейне только 14,5 и 4 немецкие. Уничтожены, превышение в 5 раз для историков. Значит, если взять, сколько было уничтожено в Сталинграде, из 76 дивизий уничтожили 59. В Эль-Аламейне, значит, 8 из 14,5. Ну и численность войск, для того, чтобы знали, в битве под Сталинградом со стороны немцев участвовал 1 миллион 11 тысяч человек. У нас было 1 миллион 103 тысячи. В Эль-Аламейне немцев было 90 тысяч, а англо-американцев 150 тысяч. Поэтому люди наши не знают, и вот эта лживая пропаганда, которая поднимает на щит Эль-Аламейн и пытается принизить. А после Сталинградской битвы стало ясно, что динамика изменилась в пользу Советского Союза. То есть все-таки Сталинград показал то, что Советские войска... Да, Сталинград – это переломный момент в истории Великой Отечественной войны. Наши журналисты подготовили небольшой видеоматериал. Давайте его посмотрим. С удовольствием. Вторая мировая война – самый масштабный вооружённый конфликт в истории человечества 19 века. Из 73 существовавших на то время стран она вовлекла в себя 62 государства. Это почти 80% всего мирового населения. 32 миллиона погибших, столько же раненых. Крупнейшую в истории человечества войну развязала фашистская Германия, Италия и милитаристская Япония с целью насильственного передела территории. 1 сентября 1939 года около пяти часов утра немецкие войска по всему периметру границы с Польшей без объявления войны начали масштабное наступление. Данцик был взят и стал частью Третьего рейха в тот же день. В течение года все страны Западной и Центральной Европы оказались в оккупации. 22 июня 1941 года Германия, несмотря на подписанный ранее договор о ненападении, вторглась в Советский Союз. Любые договоренности теперь не имели никакой силы. Первым крупным поражением вермахта явился разгром немецко-фашистских войск в московской битве 1941-1942, в ходе которой был окончательно сорван фашистский блицкрик. Именно тогда русские развеяли миф о непобедимости вермахта. В боевых действиях кровопролитной войны участвовал почти весь мир. Германские подводные лодки наносили урон флотам союзников в Атлантике. Бои шли и даже в Северной Африке. Оккупированными считались Малайзия, Индонезия, Филиппины, Бирма и другие. Японцы напали на Пёрл-Харбор и развязали войну США. Коренной перелом в ходе Великой Отечественной и Второй мировой войны произошел после поражения немцев во время Сталинградской битвы. Курское сражение и битва за Днепр в 43-м окончательно помешали планам противника. Понадобилось два года, чтобы оттеснить фашистских захватчиков за пределы Советского Союза. Вторая мировая война официально завершилась 2 сентября капитуляцией Японии. Действительно, Вторая мировая война одна из самых кровопролитных во всем мире. Но какова же роль Черноморского флота во Второй мировой войне? Какие события показали его значимость? Говоря о Черноморском флоте, я хотел бы сказать, что я не буду пересказывать операции и напоминать о Малой Земле и всех остальных. Но люди буквально не знают, а неблагодарная Европа делает вид, что забыла, что у Черноморского флота есть заслуги перед Европой в лице Дунайской флотилии. Дунайская флотилия вообще-то из всех вооруженных сил единственное подразделение, которое вверх по Дунаю прошло, освобождая 4 страны, участвуя в освобождении – Румынии, Югославии, Венгрии и Австрии. И три европейских столицы освобождали. Дунайская флотилия высадила за время работы с ноября 1944 года до Дня Победы 27 десантов. Она через водные рубежи переправила более тысячи танков, более пяти тысяч орудий, 97 тысяч человек, которые участвовали в разных операциях. И, кстати говоря, ведь в Вене на мосту, если мне не изменяет память Равенсбрюк, есть мемориальная доска, где написано «Советским десантникам, спасшим город, благодарные жители». И вот это вот заслуги Черноморского флота, не только то, что он вернул свои территории, но он участвовал в освобождении от фашистов Европы и внес значительный клад. Вот это люди просто этого не знают. Ну, я думаю, нам никогда не забыть подвигов Черноморского флота. Но как же проходил завершающий этап войны и почему она закончилась на Востоке? Почему же война закончилась на Востоке, как проходил завершающий этап этой войны? А, понятно. Ну, дело в том, что почему на Востоке завершилось дело, надо было выводить из войны Японию. И в этом смысле, значит, советское правительство и руководители готовились к этому. И уже сейчас, сразу же после вступления наших войск в Германию, танковые части, в том числе и мой отец, который на войну ушел 23 июня 1942 года, а вернулся из Абайкальского военного округа только в июле 1946 года. И вот он в этой танковой армии участвовал. В мировой практике, опять же, не было случая, чтобы танки форсировали Малый Хинган, Большой Хинган, где высота гор 600, 800 и 1200 метров, и горную пустыню Гоби, где нет воды и все остальное. И они вышли, вот прошли Малый Большой Хинган, пустыню Гоби и вышли в тыл Квантунской армии, которая капитулировала. И 2 сентября закончилась вот эта война, которая унесла миллионы жизней на всем земном шаре. Ну, я думаю, события, которые происходили во время Второй мировой войны, не забыть никому. Но давайте вернемся в наши дни. Какие задачи Севастопольский комитет ветеранов ставит перед собой в первую очередь в наше время? Ну, мы сегодня, значит, вот я от Севастопольского комитета, мы участвовали в открытии 44-й вахты памяти на посту номер один. Мы, во всяком случае, проводим, ну, день знаний. Были я в первой школе, значит, в нашей гимназии, носящей имя Пушкина и расположенной на улице легендарного полководца Суворова. Знаковая школа, скажем так. И мы работаем, у нас закуплены люди за всеми школами, мы работаем в детских садах. Задача нашей ветеранской организации – это воспитать людей-патриотов, владеющих великим русским языком, любящих свою родину и которые, чтобы были профессионалами. Мы категорически против, как сейчас воспитывают в некоторых учреждениях продвинутых потребителей. Ну и потом мы своей задачей ставим, ведь мало кто задумается над тем, что Севастополь – единственный город, где до сих пор нет памятника, увековечивающей память защитников и освободителей Севастополя. И если кто, при всем благоговейном уважении к 35-й батарее – это только кровавая страница при отступлении. Сапун-гора – это только 1-7 мая при наступлении. Все остальные 250 страниц в небытии. И начиная с 2004 года, когда партия регионов проводила в свое время митинг на горе, на холме, и обещали, что будет ветераном построен и только городу мемориал, я в свое время написал, и, к сожалению, он остался до сих пор невыполненным. Это тогда вот было написано «Мемориал быть должен, нет сомнения, давно не видел здесь таких страстей, холм славы героического поколения и холм позора городских властей». И если кто-то говорит, что там надо сделать парк, и когда девочки, которые стоят за парк, говорят, надо, чтобы в этом парке были кафушки, давайте зайдем в любую кафушку, даже та, которая на площади Лазерова находится, 18.20, что означает в 6 часов вечера после войны. Что мы увидим на столах? Бизнес-ланч, далее вам предлагают капучино, американо. Ни родиной, ни патриотизмом не пахнет. И поэтому для того, чтобы увековечить память о тех погибших, освобождавших и защищающих этот город, безусловно, десятки тысяч экспонатов хранятся у нас в нашем музее, который никто никогда не видел. «Мемориал быть должен». Ну, я думаю, в любом случае ситуация решится. Но, к сожалению, время нашей передачи уже подошло к концу. Благодарим вас, что пришли. Спасибо. О Второй мировой войне говорили с контр-адбиралом, воином-интернационалистом, участником боевых действий Евгением Андреевичем Копцевым. Это была программа «В контексте». Все самое интересное еще впереди. Оставайтесь с нами. Продолжение следует...